Тик-Кео! Пить! 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 Пернатый, хватит ныть! Ты уже пил два дня назад! Три! Ладно, ладно! Вон озеро! Садимся! Лучший бегун Пить! Пить! Стоп! Это мое озеро! Хотите пить? Сначала обгоните меня! Тогда и получите воду! Ладно! Найдем другое озеро! Давайте, давайте! Другое озеро очень далеко! Два дня лететь! Это без воды Филя нас не донесет! Эй, ты, шустрый! Докуда бежать? Да тут недалеко! Вон до того камня! Ладно! Только нам немного размяться надо! За мной! О, отлично! И я тоже разомнусь! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Все! Тасманчик! Но как же мы его обгоним? Идем делать ловушки! А ты, водохлеб пернатый, сиди здесь! Наблюдай! Наблюдай! Наконец-то вода! Ха-ха! Стойте! Озеро Саи-Ара мое! Хотите пить? Бегите со мной на перегонки! Вон до того камня! Это что за правила такие? Наверное, обычаи местные! Обгоните меня! Дам воды! А давай! Лео тебя на раз обгонит! И вам тоже размяться надо! Я слышала, вы собираетесь с гепардом Читом соревноваться? Да! Вот только немного разомнусь! Ой, а многие пытались его обогнать! Да ни у кого не вышло! Даже у меня! Ха! Ну ты сравнила! Лео у нас знаешь какой? Почти как я! Да, леопард быстрый, но гепард быстрее! Ох! Быстрее Лео? Он как молния! Вот послушайте одну легенду! Жил когда-то в Африке хвостливый гепард! О, очень он гордился тем, что бегает быстрее всех! Но однажды заметил бегемот, что гепард быстро бежит, да скоро устает! И придумал, как проучить хвостуна! Предложил бегемот гепарду устроить соревнование! Бежать на рассвете до большого камня! А сам попросил слона ночью перенести камень дальше к реке! И вот, когда побежали они, то добежал гепард лишь до того места, где прежде камень лежал! Бегемот же добежал до камня первым, проучив хвостуна! Так значит, мы можем победить Чита, если просто дольше бежать будем! Раз, два, три, четыре! Ну что, размялись уже? Послушай, Чит, говорят, что ты в Африке лучше бегун! Конечно! Я самый быстрый! Тогда давай не в простые догонялки сыграем, а в чемпионские! Чемпионские? Мне нравится! А это как? Побежим не до камня, а вон до того дальнего Баобаба! И кто победит, тот и будет хозяином озера! Хм, хозяином озера? Ну... Ну так что, Чит, слабо? Хорошо! Да! Я побегу в чемпионские догонялки! Но сам выберу против кого! Вот против... Него! Против кубы? Ага! Бежим до дальнего Баобаба! Кто победит, тот будет хозяином озера! Ох, а мы, значит, и ловушки не там поставили! Так, мелкий, побежишь с ними, а мы со Спайком новые ловушки поставим! И смотри, чтобы первым прибежал, понял? А? Эй, мелкий! Ты что, тоже соревноваться решил? Ха-ха! Смейся, смейся! Ага! Скоро озеро будет нашим! Ну и компания! Толстячок! Мелочь какая-то! Ох, тогда давайте и черепаху возьмем! Ха-ха-ха! Подождите! Я еще прошлый забег не добежала! А-а-а! Бышь, бышь! А будет здесь! Так! Чтобы никто из моего озера не пил! А то как? Погоню! А-а-а! На старт! Внимание! Я лучший бегун! Я! Ха-ха! Я побью свой же рекорд! Ха-ха! Последняя ловушка готова! Ха-ха-ха! Бегут прямо в нашу первую западню! А-а-а! А как мелкий узнает, где новые ловушки? Ха-ха-ха! 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 Да что это со мной? А-а-а! Научи! Соберись! А-а-а! А-а-а! Ах ты же самый быстрый! А-а-а! А-а-а! Где? Почему тепло? А-а-ай! Взбив! А-а-а! О, нет! Черт не может проиграть к какому-то толстячку! Помогите! Снимите меня! Эй, ты куда? Стой! Нет! Я же самый быстрый! Куба, теперь озеро Асаиара твое! Моя школа! Куба! Куба! Куба говорит, что дарит озеро! Теперь оно... Водой! Пить! Дайте водой! Вон! Эх, ты жадина! Жадина, 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 жадина! Не твое, не твое, не твое! Точно не твое! Не смейтесь! Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами! Теперь озеро Асаиара общее! Пить! Пить! Простите меня! Стыдно! Стыдно быть жадным! Обещаю, что больше не буду жадничать! И хвастаться! У-у-у! Куба! Ты это... Прости, что я смеялся над тобой! Ты такой выносливый! Я отличный бегун! Куба тебя прощает! Он у нас добрый! До свидания! Прилетайте еще! В озеро Асаиара вы всегда сможете набрать воды! И со мной побегать! До свидания! Снимите меня! Кто-нибудь! О, смотрите, я нашел его! Нашел! Так снимай! Снимите меня отсюда! Милки, ну чего ты орешь? Таспансик! Помоги, пожалуйста! Дай мне воду! Попался в собственную ловушку! Попался тоже! А ну молчать! Доберусь я до вас! Филя! Филя! А ну лети сюда, подоглепка надо и спаси нас! Филя! 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 Игра для носорога Вот дрыхнет, не добудешься Ты сам виноват, Тасманчик Филю всю ночь заставлял лететь Кажется, у нас тут кто-то чем-то недоволен И ничего, я не доволен Я просто это, мнением делюсь Держи свои мнения при себе А не тут Ой, ну ладно тебе, Тасманчик Мы же друзья А это что еще за мелюзга привязалась? Ну-ка, брысь, брысь А, Тасманчик, а может эта птичка хотела с тобой подружиться? Подружиться? Мне не нужны никакие друзья, понятно? Дружба для слабаков Мартик, проверь канаты Есть, капитан Капитан Эй, Куба, друг Просыпайся Нам лететь пора Слышали? Видишь, как радуются Может быть там это Праздник какой-нибудь Во, веселятся А давайте с ними, а? Тик, нам вообще-то лететь пора Да мы только и делаем, что куда-то лети в Лео Я уже и забыл, когда мы просто играли Эх, я бы тоже во что-нибудь поиграл Ладно, играть так играть Привет, ребята Примите нас в игру Ну, давайте Вместе веселее Смотрите-ка Пятнистые полосатые здесь Эх, они играют Так-так-так А давайте мы тоже с ними поиграем А, пожалуйста Поиграем? Да Поиграем В прятки Поможем кое-кому спрятаться Слушайте мой план Мы похитим обезьяну И угоним корабль Здорово, Тасмантик А зачем нам обезьянка? Обезьяна покажет нам путь к сокровищам Понятно? А-а-а Понятно Понятно? Тогда вперед! Не примите А можно мне с вами? Ну, давай А тебя как зовут? Танда Ну, давай, Танда С нами Вместе веселее Не-не-не Только без нас Только без нас! Эй, вы куда? А как же игра? Хм, странные Ну что, в догонялочке? Ха! Опа! Не-не-не Давайте лучше в прятки Я по пряткам Во как соскучился Ага Давайте Чур я первую буду водить Один Два Данда Данда Ты что тут делаешь? Прячусь Ты что? Ты ведь шире дерева Здесь Лео Тебе сразу найдет Данда Тебя это За тысячу шагов Небось видно Девять Десять Похоже ты это Великовато для пряток Нтанда Простите Давайте тогда во что-нибудь другое поиграем Правильно, Яра Как говорил Мапа Были бы друзья А игры всегда найдутся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, ребята А нам не пора уже улетать? Ага Пока целы Да вот опять Я все испортила Яory Стандо Не плачь Сначала жирафы убежали А теперь вы И все потому, что я такая большая Ну, не такая уж и большая Крупная просто Лучше бы носороги маленькими были Как раньше Как раньше? Вы что, легенду не знаете? Эту легенду нам папа рассказывал В давние времена Жил в саванне самый первый носорог И был он маленьким Как кролик Обратился он к духу саванны И попросил сделать его побольше А потом еще и еще больше И сделался носорог таким огромным Что не стало у него врагов Но и друзей не осталось То кому-нибудь лапу отдавит То на хвост наступит Загрустил носорог Никто больше не хотел с ним играть Однажды повстречалась носорогу Маленькая, одинокая птичка По имени Волоклюй И не испугалась птичка Не улетела Сумела разглядеть Что у огромного носорога Тонкая, чуткая душа И доброе сердце И стали птичка и носорог Дружить и вместе играть С тех пор Маленькие Волоклюи Неразлучны с огромными носорогами Здорово! Дружить и вместе Ты не дружа Дружить и вместе Подожди Надо молчать Ну, дружище Малышка привязала. Эй! Малышка! Это наша добыча! А ну-ка, отдавай нам обезьяну! Попробуй возьми, малыш. Какая большая! Вы как хотите, а я сматываюсь! Я тоже! Да, великовато! Лили, ты в порядке? Да! Танда и птичка меня спасли! Ты прыгнала этих надоедливых мошек! Спасибо! Что? Ты хочешь со мной поиграть? Правда? Кажется, теперь на Танде есть с кем поиграть! До свидания! До свидания! До свидания! До свидания, птичка! Как хорошо, что эта милая птичка нашла наконец своего носорога! Антанда нашла себе друга! Эти акации мы уже пролетали! Вам не кажется, что мы заблудились? Ой, это плохо! Запасы воды на исходе! Смотрите! Таких черных кактусов мы еще не видели! Значит, здесь мы не пролетали! Ого! Живые кактусы! Это не кактусы! Это ежики! Надо приземлиться и спросить у них дорогу! Каждому по способностям! И как она мне? О, сидит как влетая! Ну-ка, ну-ка, покрутись! Колючки мои, иголки! Деревянная птица! Держите меня! Здравствуйте! Меня зовут Лео! А это Тик, Мартик, Лили, Мила, Яра и Куба! Мы к вам из тайги прилетели! С севера! А вы что, африканские ежики? Что? Никакие мы не ежики! Мы дикобразы! Шейд, Джимайма и Нидл! Из-за ветра, поднятого вашей деревянной птицей, нам пришлось прервать свой... свой... свой путь домой! Да! Извините, мы не хотели вам помешать! Мы ищем дом Лили! И пока корабль наш дом! Тогда, может, пригласите нас в знак примирения в гости? Жутко интересно, что там у вас внутри! Конечно, конечно! Проходите! Это руль! Мы им управляем, куда лететь! Ух ты! А это якорь! Бросаем его, когда приземляемся! Ага! Не ого! А ого-го! Вот весло! Грести, если надо, лететь быстрее! Ничего себе, какое большое! Ну, а это трюм с припасами! Остались только яблоки! Интересненько! Что ж, благодарны за гостеприимство, мы вам сейчас покажем представление! Вот здорово! Могу я использовать для выступления это? Яблоки? Ну, конечно! Обожаю представление! Оле-е-е! Ого! Ничего себе! Еще-еще! Вот это класс! Оле-е-е! Опа! Хе-хе-хе! Всем спасибо! Представление окончено! Ой! А дорогу-то? Дорогу-то не спросили! Ай, Джимайма! Ты просто великолепна! Заворожила этих простачков! Как удав кролика! Джимайма! Ау! Джимайма! Шей! Ай! Извини, вы тут случайно дикобразов не видели? Черных таких, с иголками! Да только что тут были! Отличные ребята! Так классно яблоками жонглировали! Отличные ребята? Да они воришки! Корону у меня украли! Корону? А мы думали, это их корона? Нет! Это папина! Мой папа-лев! Он царь зверей! Это его корона! Просто я взял ее поиграть без спроса! Я царь зверей! Какая классная у тебя корона! Можно покрутить? Конечно нет! Это царская собственность! Ну... Сам тогда покрути! Я? Да я не умею! Да это легко! Держи! Сейчас мы тебя научим! Ура! У меня получается! Да-да-да-да-да! Получается! Получается! Пока, неудачник! Вот такие вот артисты! И что я теперь папе скажу? Очень вкусные эти... Как их там? Яблочки! Да, яблочки! Кстати, я тоже одну занятную штуковину прихватил! Они... Они все наши яблоки украли! Якорь! Якорь тоже пропал! Срочно на корабль! А то он без якоря улетит! А я? А как же я? Ой! Простите, ваше будущее величество! Сейчас! Я без папиной короны домой не вернусь! Может, теперь скажешь, на что нам сдалась эта штуковина? Она же тяжеленная! Огроменная! И вообще... Несъедобная! Колючки мои, иголочки! А ты тогда скажи, зачем нам эта львиная корона? А? Джимайма! Зачем тебе эта корона? А? Затем же зачем тебе этот якорь? Просто так! Чтобы была! Ребятушки! А давайте в следующий раз украдем что-нибудь полезное! А? Ну, или хотя бы съедобное! Смотрите! Скорее прячем эту штуку и бежим! Нас тут просто не возьмешь! Смотрите! Моя корона! Видите, как блестит? Ничего! Сейчас мы их догоним! Направо... Нет! Налево! Ой, нет! Прямо! Держите! Получайте свои ярмаши! Ах так! Ну, я вам сейчас! Стойте! У меня есть идея! А-а-а! Уходят! Они что-то задумали! Бежим скорее! Рынь! Спустимся с обрыва! Пыли она! Ага! Ага! Попали! Надо их отвезти к моему папе! Пусть их накажет! Ух! Воришки! Пожалуйста, не надо! Мы все вернем! Мы больше не будем! Воришкам веры нет! Взять их под стражу! Пожалуйста! 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 Но ведь от того, что их накажут, у них не исчезнут иголки в сердце! Ты что, им правда поверила? Мне кажется, на самом деле они добрые! Просто немножко запутались! К нам никто еще так по-доброму не относился! Никто нас не любит! Это все из-за иголок! Нет, не из-за иголок, а из-за того, что вы воруете! Но как же нам быть? Мы ничего другого не умеем! Не может этого быть! Вот послушайте одну историю про соловья! Однажды услышал соловей, что у каждой птицы есть свой талант! Задумался, а какой у меня талант! Как стрижи, воду он на леду пить не умеет! Как дятел, дупло долбить не может! Как филин, ночью не видит! Пригорюнился соловей, сел на ветку и запел свою песню! Да так хорошо пел, что слетелись к нему все лесные птицы! И слушали соловья до рассвета, затаив дыхание! И тут понял соловей, что его талант всегда был с ним! А он его не замечал! Так и вы! Неужели не видите? Вы же настоящие артисты! А ведь точно! Я обожаю наше представление! О-о-о-о! Здорово! Та-дам! Та-дам! Как только я вырасту и стану царем зверей, сразу же к вам в гости наведуюсь! Будем тебя ждать! До свидания! Счастливого пути! Все готовы? Выходим! Яра, а ты разве не идешь? Тик, забыл? Я же сегодня дежурный матрос! Охраняю корабль, заодно и приберусь! Мы только наберем еды и воды и сразу обратно! Яра, может, мне с тобой остаться? Не переживай, Лили! С метлой я как-нибудь справлюсь! Как же я подумал, соскучилась! Как этот мир велик, прекрасен и многолик! Леса и океаны, пустыни и барханы! Но снится мне тайга, где кедр и река, Любимый край родной! Как хочется домой, домой! Как много чудесных увидели страны! Свой буря ведет нас, вели капитан! Не станет преградой ни ветер, ни зной! Тому-то так хочет вернуться домой! Как этот мир велик, прекрасен и многолик! Леса и океаны, пустыни и барханы! Но снится мне тайга, где кедр и река, Любимый край родной! Как хочется домой, домой! Если не пронюхаем, куда пятнистые с полосатым дальше полетят, Тасманс нас в шкуру спустит! А зачем нам это знать, Спайк? Чтобы обогнать их и быстрее добраться до закровища! Пятнистого и полосатого тут нет! Пойдем в другом месте поищем! О, смотри, Спайк! Что это у нее? Как хорошо, что ты у нас есть! Волшебная стрелочка! Ты обязательно укажешь нам путь! Не понял, куда укажет путь? А куда они летят? К закровищу, конечно! Вы уверены? Да на все сто! Нет, на тысячу! Если мы добудем эту волшебную стрелу, нам больше не придется плестись в хвосте! Тогда пойдем и заберем ее! Поздно! Пятнистый и полосатый, наверное, уже вернулись! А мы их так-так! У меня идея получше! Сегодня новолуние! Будет такая темень, хоть глаз выкали! Тогда-то мы стрелу и утащим! Ну, говорите, где она лежит? Да не мне, Филину! Он лучше всех в темноте видит! Он на дело и пойдет! Все! К полету готовы! Луны не видно! В такой темноте лететь нельзя! Эх, жаль! Ну ничего, выспимся и с рассветом в путь! Выспите, а я посторожу! Я же дежурный матрос! Давай я с тобой, Яра! Видишь, как темно! Вот еще! Что я маленькая, темноты боятся! А если заснешь? Не засну! Сказала, справлюсь! Значит, справлюсь! Что здесь? Стой! А ну, оттай! ПЛОХАЯ ПЛОХАЯ ПТИЦА! Как ты мог потерять волшебную стрелу? Её нужно обязательно найти! В такой темноте в лесу мне не выйдет! А для этого у нас есть Иллин! Где же ты, стрелочка путеводная? КРИКИ ПОЗВОЛЬТЕ ПЕСТАВИТЬЕ! Таонго из рода Галаго А это мой питомец Луциоло Африкано Светляк редчайшей породы В лесу другого такого не сыскать Сын Африкана и Луциолы Многократных чемпионов в парном освещении Внук мастеров синхронного мигания Прекрасной макии Стоп, 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 стоп Все это очень интересно Но вообще-то я кое-что ищу Могу ли я помочь Прекрасной даме Сама справлюсь Ничего не видно Вот она, на дереве Лови ее Лови ее, Лови ее Да, за ней Что ты повторяешь за мной Если вы позволите, я помогу С Харзами я как-нибудь сама разберусь Билин, за ней За ней Да, за ней А ну-ка отпусти Глупый корень Как говорит моя благородная бабушка Не зазорно принять помощь того Кто искренне желает помочь Спасибо Я Яра Куда они побежали? Левее Тут яблок Выше ноги Корни Стоп, колючки Как вы все видите? Да, Онка Темно же Наш древний род Славится ночным зрением Вот она За ними Быстрее Они уже близко Сейчас поймаем Они догоняют Что это он делает? Похоже, зовет родню на помощь Бежим! Эй, эй, нет! А-а-а-а! Эй! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Был счастлив к встрече с такой сильной и независимой девушкой И столь же прекрасной Если бы не ваша помощь, сильная девушка попала бы в большую беду Спасибо Ай, Яра, это ты? Мне приснилось, что нашу путеводную стрелу похитили Это всего лишь плохой сон Ой, уже светает Скорее в путь Тазмантик, пожалуйста, возьми нас с собой Смотри, что мы тебе собрали Собрали, собрали От вас никакого толка Не смогли поймать рыси глазастого Вот и оставайтесь тут Филин, полетели О, как же хорошо одному Не боись, мелкий Тазман почему таким злым был? Потому что у него сладких фруктов не было А сейчас он животно бьет и подобреет А потом мы ему докажем, что мы полезны Если не свалимся Панго великолепный Ребята, пора обедать О, это я всегда не прочь Ну вот, пообедали Я же не специально Ладно, саденься Все равно нам нужно еще припасов собрать Яра, ты куда? Я сейчас, я только корзинку поищу А ну кашенька Грозуки, грозуки Полундра Свистать всех наверх Они идут на абортаж Не подпускайте их близко Не подходи На Получай, чудовище Помогите Почему вы не взлетаете? Яра, эти гусаки повредили крыло Держитесь Я приведу помощь Помогите кто-нибудь Стой! Ты куда, подруга? Там, моим друзьям Нужна помощь Если нужно догнать и перегнать Я помогу А если прогнать Армия кусачек-грызучек Напала на наш корабль Армия кусачек-грызучек? Шестилапые такие И деревья грызут Это же термиты Ты извини, но я Я не могу Тут нужен кто-то, у кого Шкура потолще моей Данда! О, Яра, привет! Как тебе, моя новая ракушка? Я ее в болоте нашла Данда, как хорошо, что я тебя встретила Мне нужна твоя помощь Ну, пойдем Пойдем, быстрее А куда мы идем? А, играть? Сейчас не до игр Данда! Ну, термитов прогнать нужно Термитов? Ой-ой-ой-ой Они же меня растащат На сотню маленьких носорожеков Но у тебя же такая толстая шкура Тут не шкура Тут нужно что-то попрочнее О, я знаю, кто тебе поможет Панга великолепный Как-то на нашу Африку Напала огромная армия термитов Тысячи-тысячи Так! Никто не мог справиться с нашествием И тогда Явился великий воин По имени Панга Его броня из крепких чешуек Сияла на солнце Его храбрости Не было предела Панга бесстрашно бросился на термитов И бился с ними Три дня и три ночи Враги обломали А его броню свои жвало И позорно бежали А герои с тех пор Проспали Панга великолепный За его великолепное великолепие в бою Вот, кто тебе нужен Панга великолепный? А где живет этот Панга? Там У большого Баобаба Панга! Отзовись! Ау! Здравствуйте! А вы не видели Панга великолепного? А то там термиты Напали Термиты? Видел Он, наверное, к озеру пошел Да-да, точно К озеру Броня? Как в легенде Хм А может вы и есть Панга? Я? Ха-ха-ха Я, ну здравствуйте Что за вздор? Ну вот же Броня И чешуйки Это точно вы? Пожалуйста Мне нужна ваша помощь Моим друзьям грозит опасность Термиты Они их окружили Я не могу У меня важное дело Какое? Вы же просто в норе сидите Я? Я заболел А вот и нет Только что вы были в порядке Я застрял Точно Застрял И не могу отсюда выбраться Был рад знакомству До свидания Да уж Вы точно не тот Панга великолепный Из легенды Он храбрейший из храбрейших А вы, кажется, просто боитесь Да не боюсь я Просто я чешуйку потерял Видишь? Была бы чешуйка Были бы подвиги Но если не чешуйка Так хотя бы что-нибудь крепкое Чтобы заделать пробойну в броне Что-нибудь крепкое Что-нибудь крепкое Я, кажется, видела одну такую Я сейчас! Нтанда, можно твою ракушку? Мою ракушку? А зачем? Чтобы спасти друзей Ну, если для друзей То ладно Бери Фу! Грязная какая! Вся в тине Ага! Вот и чешуйка! Спасибо, Нтанда! Ваша? Моя! А может и нет Вот! Как влетая! Теперь ты снова в строю! Пойдем скорее! Куда? То есть зачем? Спасать друзей! Совершать подвиги! У-ху-ху! Вперед! Великолепный Панго! Нас ждут подвиги! Панго! Мы долго не продержимся! Надо спасать корабль! Иначе никуда не долетим! Я здесь! Я привела подмогу! Вперед! Панго! Я? Я не могу! Пожалуйста! Просто я чешуйку потерял! Была бы чешуйка! Были бы подвиги! Стой! У тебя же нет брони! Что за девчонка? Эх, была не была! Помоги! Ух ты! Ух ты! И мы сушим! А-а-а! Ух ты! Ух ты! У-х ты! Ура! Они отступают! Как уже отступают? А я только разогрелся! У-ха-ха! Ура! 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 Панго! Ура! Панго! Панго! Ты герой! Ура! Ура! Панго! Я первый раз бился без чешуйки! Главное, не броня! А вера в себя! Спасибо! Панго великолепный! Это тебе спасибо! Ты вернула мне! Храбрость! Теперь я снова Панго великолепный! Кстати, ты сама здорово сражалась! Пожалуй, я буду звать тебя Ридьяра Бесстрашная! Ну, мне пора! Подвиги не ждут! Мартик, проверить снасти! Есть, капитан! Ребята, а я нашла запасные веревки! Дик, ты мой хвост привязал! А ты это... Сам смотри! Где свой хвост оставляешь! Дик и Лео! Ну что, Дик, нашел что-нибудь? Вот, все, что осталось! Эй, Лили! Ну а что? Этого все равно на всех не хватит! Кубочка, ну потерпи! Так, нужно идти в джунгли и набрать каких-нибудь припасов! Заклинатель змей! Ищите фрукты и орехи! Но далеко не расходитесь! Держитесь рядом, чтобы не потеряться! Понятно? Ой, смотрите! Кажется, там какие-то фрукты! Ай, цветочек! Мила, не отставай! Хорошо, хорошо! Я сейчас! Какой красивый! О, и еще один! И еще! Лео! Тик! Яра! Ау! Ну вот! Заблудилась! И зачем я только Тига не послушалась? Ой, что это? Играет кто-то? Он, видите ли, подкрепиться захотел! Я твой капитан, и я приказываю тебе! Вези нас дальше! Немедленно! Ну ладно, без тебя обойдемся, тернаки! Да! А как мы полетим? Да тише вы! Слышите? Музыка! Интересно, интересно! Он заставляет змею танцевать! Нет! Все дело в дудке! Это она управляет змеей! И она должна стать нашей! Это ты сейчас так красиво играл? Да! Нашли эти играл я! Я Мунго! А ты кто? Тебя я раньше в джунглях не видел! А я Мила! Мы с друзьями путешествуем! Но у нас закончились припасы, и мы пошли их собирать! И я! Я! Я потерялась! И еще мне очень-очень хочется есть! Эй, не плачь! Вот, попробуй-ка этих орехов! Ммм! Как вкусно! Это орех кешью! Их тут много! Мила! Ау! Мила! Ау! Ну где же ты, Мила? Это мои друзья! Они меня ищут! Ну, тогда беги к ним! И орехов с собой возьми! А я вам еще соберу и принесу! Спасибо, Мунго! Лео, тик! Я здесь! Я бегу! Быстрее, мелкий! Забирай волшебную плейду и бежим! Отдай мне! Нет, нет! Где буду ты делать? Нет, я! Ну-ка, дайте сюда! На волшебной плите! Должен играть только настоящий заклинатель змей! А это я! И у меня есть гениальный план! Мы проберемся на корабль пятнистого и полосатого! И при помощи этой флейты заманим туда змею! Они ее увидят, испугаются и сбегут! А корабль достанется нам! Ха-ха-ха-ха! А? А? Ой, вкусно! Но жаль, что мало! А мой новый друг обещал еще принести! Мила, а кто он, твой новый друг? Ой! А я и забыла спросить, что он за зверь! Ха-ха-ха-ха! Вот теперь настало время заклинателю змей призвать змею! Можно мне? Я умею! А ну отдай! Вот как должен играть настоящий заклинатель змей! Не умеешь, не берись! Слушайте и учитесь! Спайк, кажется волчебство флейты сработало! Змея уже здесь! Змея! А-а-а! А-а-а! Кто-то кричит! Как будто с корабля! Надо проверить! Сидите! Я сам посмотрю! Никого нет! О! А это что такое? Хм! Дудочка какая-то! Откуда она здесь? А-а-а! Змея? Змея! Змея! Огромная! Страшная! Змея на корабле! Ой, мамочки! Нужно ее прогнать! А ну-ка, кыш! Уходи! Это наш корабль! По-моему, змея хочет, чтобы это мы ушли! Бежим! Бежим! Ну что же нам делать? Наших веток она не боится! А может, найдем ветки побольше? Ребята, я тут кое-что вспомнил! Далеко на юге, в Индии, жила кобра, царица змей. Но мало ей было властвовать только над змеями, захотела кобра все джунгли себе подчинить. Приказала она своим змеям ползти во все гнезда, и если звери и птицы ей не подчинятся, прогнать их из джунглей. Собрались птицы и звери на совет. Кто выступит против змеи? Но никто не решался. Нашелся только один храбрый зверь – мангуст. Отправился мангуст к царице кобре и вызвал ее на бой. Договорились они, если победит мангуст, уйдут змеи обратно, откуда пришли. Три дня и три ночи сражались мангуст и кобра. Но как ни старалась змея ужалить мангуста, он оказался таким ловким и быстрым, что змее ни разу не удалось укусить его. Устала кобра и сдалась. Отступила со всем своим змеиным войском обратно в горные щели и болота. Птицы смогли вернуться в свои гнезда, а звери – в свои норы. А мангуста с тех пор считают самым храбрым зверем в джунглях. Ух ты! Вот если бы этот мангуст был здесь, уж он-то показал бы этой змее! Да вот только где мы его тут найдем? Джунгли-то большие. Мила, я еле вас нашел. Вот орехи. Принес, как обещал. Ура! Это Мунга! Про него я вам рассказывала. Мунга, может быть, ты знаешь, где нам найти мангуста? А зачем его искать? Я и есть мангуст. Ты и есть мангуст? Ну, конечно. Мангуст, кто же еще? Ха-ха-ха! Тоже мне мангуст! Мангуст, он знаешь какой? Он победитель змей! А ты... Хе-хе-хе! Не больше, милки! Эх, придется самим змею с корабля прогонять! Змею? Может, покажете мне, что у вас там за змея? Так это же моя Наги! Какая еще Наги? Кобра Наги. Мы с ней друзья. Она всегда приползает, когда я на флейте играю. Она вовсе не злая! Просто рассердилась, потому что вы на нее палками махали. Теперь ее нужно успокоить. А как ее успокоить? Для этого мне нужна моя флейта заклинателя змей. А это не подойдет? Так это же моя! И как она сюда попала? Берите ваши ветки и повторяйте за мной! Значит, мы с тобой, пернатый, договорились? Мы тебе самую большую рыбину, а ты везешь нас дальше! Какая огромная! А ну, давай, мелкий, тяни! Тяните! А ты и вправду герой! Настоящий заклинатель змей! Такую страшную и не испугался! Тот, кто кажется страшным, может и сам боится тебя! До свидания! До свидания! До свидания, Мунго! До свидания, Наня! ТИГ и Лео! Земляной зуб Фу! Ну и жара! Ой! Скоро у вас будет сушеный тигр! Лео, передай мне, пожалуйста, ведерко с водой! Тик, а вода-то у нас закончилась! Как закончилась? Что, совсем-совсем закончилась? Я пить хочу! И я пить хочу! Ну... Сейчас мы что-нибудь придумаем! Ребята, смотрите! Река! Вода! Вода! Ура! Вода! Ура! Молодец, Лили! Приземляемся! Ой, не, 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 не! Какой-то! Леоны! Тик, бери левее! Не могу! Крыло заклинило! Давайте все вместе, толкайте! И раз! Ух ты! Ой, какой-то! Тяжеленное какое! Не сдвинуть! Значит, я... Я никогда не попаду домой! Лили! Не плачь! Еще не все потеряно! И раз-два! Взяли! Безполезно! Эх, фу! Никак! Надо передохнуть! И очень уж пить хочется! Фу, да, Тик! Ты прав! Нужно принести воды! Идем! Валяются тут коряги всякие! Тик! Да это не коряга вовсе! Это, похоже... Это чей-то зуб! Ну, точно! Клык! И какой огромный! Ничего себе зубище! Если это зуб, то какого же размера его хозяин? О-о-о! Не хотел бы я повстречаться с таким огромным зубастым чудищем! Наверняка он питается леопардами! Ну, тигров он тоже... А-а-а! А-а-а! Чудище! А-а-а-а! Стойте! Подождите! Неужели мы теперь никогда отсюда не улетим? Лео и Тик обязательно что-то придумают! Вот и видишь! Что это? Спасайтесь! Клыкастые чудовища! Огромное зубастое! Оно гонится за нами! Скорее! Прячьтесь! Как ты говоришь? У этого чудища три ноги? Да! А еще у него сто гигантских зубов! Тик, не преувеличивай! Не сто, а всего два клыка! Ага! А про тот клык огромный, что мы на берегу нашли, забыл? Наверняка это тоже его! Ой, как страшно! И нос у него длинный-предлинный, как лиана! Наверняка, чтобы выслеживать и хватать добычу! Ой, стихо! Слышите? Ой! Кажется, он свой зуб ищет! Наверное, думает, что это мы его утащили! Тик, нужно увезти его отсюда! Обратно к реке! Но уж нет! Это без меня! Ну и ладно! Я сам! Эй! Чудища клыкастая! Я здесь! Поймай меня, если сможешь! И я покажу тебе, где твой зуб! Лео! Ты куда? Лео, вернись! Ну вот опять! Ну что ты будешь делать? Лео, подожди! Я с тобой! Постой! Пожалуйста, помоги мне! Вот! Лео! Берегись! Лео! Он тебя сейчас раздавит! Беги! Лео! Да что же ты! Ух! Эй, ты! Чудище! Не смей трогать моего друга! А то будешь иметь дело со мной! Ой, бабочка! Подожди, Тик! Похоже, ему нужна помощь! Смотри! Вот, видишь? Ему заноза в ногу попала! Давай ему поможем! Ой! Ах! А-а-а-а! Ну что, Лили? Ты их видишь? Нет! Никого не видно! Ну, куда же они пропали? Наверное, это чудище их схватило! А-а-а-а! Чудище! А-а-а! Чудище! А-а-а! Левый раз-два-три! Левый стой! Раз-два! Приехали! Ребята, не бойтесь! Это мы! Выходите! Лео! Тик! Позвольте, я вам помогу! Ну вот, теперь все в порядке! Ура! Ура! Да! Так вот, зачем ему такой длинный нос? Это не для того, чтобы выслеживать добычу, а чтобы ветки на обед срывать! Ага, точно! Ой, ребята! А я кое-что вспомнила! Про зверя с таким носом мне мама рассказывала! Это холхут! Ой, великий холхут! Благодарим тебя за помощь! Холхут? Ха-ха-ха! Нет, нет, что вы! Холхуты – мои дальние родственники! Но сам я их никогда не видел! В стародавние времена, когда свирепые ледники наступали с севера, жили огромные звери с большими зубами, бивнями, их еще называли мамонты. Холхуты или мамонты никого не боялись! Они были очень сильными, но при этом были очень добрыми! Если кто-то оказывается в беде, холхуты приходили на выручку! Но потом холхуты таинственно исчезли! Нет, никто никого не знает, кто-то и по сей день на берегах рек находят их огромные зубы, которые именуют земляными зубами! А тот огромный клык, который мы на берегу нашли, это и есть земляной зуб? Совершенно верно. Это и есть бивень мамонта. Ну, или холхута. А я не холхут. Я слон. А ты говорил, чудище, чудище. Как говорил Мапа-Понтикап, не следует судить по первому впечатлению. Тот, кто сначала кажется страшным, на самом деле может оказаться другом. До свидания, дяденька-слон. Спасибо вам за помощь. До свидания, друзья. Все. Рад был помочь вам. Вижу прямо по курсу корабль пятнистого и полосатого. Наконец-то мы их догнали. Догнали, догнали. Птица, за ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова